Внутреннее строение майского жука. Везучие внутреннее строение насекомых на примере майского жука, как типичного представителя класса насекомых, выясним строение и функции следующих систем органов – мускулатуры, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной, нервной и половой систем органов. Мышцы насекомых хорошо развиты, представлены пучками и обеспечивают разнообразное движение насекомых. Пищеварительная система состоит из переднего, среднего и заднего отдела. К переднему отделу относятся рот, глотка, пищевод, который часто имеет расширение зоб, желудок. После желудка начинается средний отдел – кишечник, от которого отходят многочисленные слепо заканчивающиеся выросты, увеличивающие всасывательную поверхность. В заднем отделе кишечника происходит формирование экскрементов и всасывание воды. Заканчивается задний кишка анальным отверстием. Особо необходимо ответить развитую мускулатуру желудка, которая называется мускульным. В нем происходит дополнительное перетирание пищи, после этого пищевые частицы расщепляются до мономеров, которые всасываются кишкой и попадают в гемолимбу. С ее током питательные вещества достигают внутренних органов и тканей. Насекомые обладают самыми разнообразными, сложно устроенными ротовыми аппаратами. Строение ротового аппарата отражает способ питания. Можно выделить следующие ротовые аппараты – крызущие, лакающие, лизущие, сосущие и колющие сосущие. Они представлены у вас на слайде. Дыхательная система представлена сильно разветвленной системой трахеи, которая выполняет функцию наружного дыхания. На брюшке у насекомых находится дыхальца, дыхательные отверстия, которыми трахеи открываются во внешнюю среду. Кровеносная система не переносит кислород, так что функция его доставки целиком принадлежит трахеям, которые ветвятся на тонкие трубочки и подходят к небольшим группам клеток. Для насекомых характерен незамкнутый тип кровеносной системы. Кровь свободно движется по лаконам, непосредственно омывая внутренние органы и ткань. Функция сердца выполняет спинной сосуд. Благодаря его сокращениям кровь перекачивается из задней части тела в переднюю. Функционирование сосуда сердца схоже с таковым ракообразным. Органы выделения представлены мальпигиевыми сосудами. Это длинные трубчатые выросты насекомых и богообразных, которые расположены на границе средней и задней кишки. Перед насекомыми стоит сложная задача максимально сохранить воду в организме. Мальпигиевые сосуды этому способствуют. В них поступают продукты обмена веществ из гемолимфы в виде суспензии. По мере продвижения по мальпигиевым сосудам из суспензии всасывается вся вода обратно в гемолимфу. А продукты обмена веществ, кристаллы мочевой кислоты, в сухом виде поступают в кишку и выводятся из организма с экскрементами. Мальские жуки, раздельно улы и насекомые, размножаются только половым путем. Яйцеклетки у самок находятся в яичниках. Семенники самцов представляют собой извитые трубочки, которые содержат семенную жидкость. Тип нервной системы насекомых узловой состоит одна из головного мозга, от глоточного ганглия и брюшной нервной цепочки. Головной мозг имеет сложное строение, образован в результате слияния трех ганглиев и состоит, соответственно, из трех отделов – переднего, среднего и заднего. Наиболее развитые ганглии в брюшной нервной цепочке находятся в груди, так как они и нервируют сложную работу конечностей и крыльев. Узлы распределены неравномерно. Три ганглии находятся в груди, восемь – в брюшке. Органы чувств развиты хорошо, глаза простые и сложные. Посеточные. Одна пара усиков, антенн, на которых располагаются органы обоняния и осязания. Имеются органы вкуса, локализующиеся на щупиках нижней губы и нижней челюсти. Такое прогрессивное развитие нервной системы заложило фундамент для появления насекомых сложнейших и удивительных рефлексов. Среди всех беспозвоночных только насекомые отличаются общественным образом жизни. Они совместно строят гнездо, ухаживают за потомством, разделяют обязанности среди членов семьи. Общественными насекомыми являются пчелы, осы, муравьи, шмели. Обобщим изученный материал. Насекомые имеют хорошо развитые системы внутренних органов. Пищеварительная система сквозная, дышит с помощью трахеи, кровеносная система не замкнутая, сердце видит трубки с отверстием по бокам, органы выделения, мальпигиевые сосуды. Насекомые раздельно полы животные. Для насекомых характерны сложные формы поведения. Проверить степень усвоения материала вы можете при помощи задания, QR-код которого вы видите на экране. В качестве лучшего усвоения темы я предлагаю вам изучить материал параграфа 22 учебного пособия биологии А8 и устно ответить на вопросы после параграфа. Интересного вам изучения! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!